Здравствуйте, уважаемые коллеги! В эфире первая в этом году программа «Селектор». Глава РЖД Владимир Икунин, выступая в режиме видеосовещания перед руководителями нашей компании, подвёл предварительные итоги за январь и поставил задачи на ближайшее время и год в целом. Но прежде, по традиции, давайте вспомним о важнейших событиях января и конца прошлого года. 11 января председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу по вопросу развития Московского транспортного узла. В ней приняли участие также мэр Москвы Сергей Собянин, исполняющий обязанности главы Подмосковья Андрей Воробьёв, министр транспорта Максим Соколов. Задача модернизации Московского железнодорожного узла зафиксирована также в утверждённой правительством в декабре прошлого года программе «Развитие транспортной системы». Могу сказать, что это очень большой проект и только в 2013 году нам необходимо завершить строительство и реконструкцию более 20 станций, платформ и остановочных пунктов, ввести в эксплуатацию порядка 120 километров пути, также в текущем году представить запуск движения скоростных электропоездов на участке Москва-Новопеределкино. Все задачи чётко определены в инвестиционной программе и необходимо обеспечить их исполнение в срок. Для нас развитие Московского транспортного узла является приоритетным, и здесь никакие отклонения от существующих правил просто неприемлемы, потому что огромный проект, он по своему объёму и по своей сложности, вообще говоря, сопоставим с Сочи, уважаемые коллеги, так если подумать. Больше 200 миллиардов рублей, 236 миллиардов рублей, то я говорю, что, значит, в параметрах сочинской программы. 17 января состоялось заседание правительства, на котором решено принять проект распоряжения, предусматривающий направление в текущем году средств федерального бюджета на предоставление субсидий по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом в размере 39 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом мы фиксируем, что, тем не менее, дефицит средств в пассажирском комплексе, непокрытый дефицит средств, он где-то у нас, Михаил Павлович, получается около 10 миллиардов рублей. Значит, будем в этом отношении с вами работать дальше, но, по крайней мере, сейчас есть, хотя бы по этим данным, и в том числе по льготе для школьников, окончательная уверенность. 20 декабря прошлого года Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области науки и техники за 2011 год. Наша компания, представители нашей компании оказались в числе лауреатов этой премии. Вы знаете, что мы точно так же получали экзаменную премию на прошлом году за организацию мобильных медицинских комплексов. В этом году премия выдана за разработку новой стали и изготовление твердого колеса, чем мы занимались вместе с металлургами на протяжении нескольких лет. Благодаря использованию инновационной продукции общая потребность в колесах на сети в будущем может снизиться на 30%, а экономический эффект от внедрения за три года превысит 25 миллиарда рублей. 10 января в Назране состоялась торжественная церемония запуска фирменного поезда «Ингушетия», который будет курсировать по маршруту «Москва-Назрань». Особенностью этого проекта является то, что руководство республики и органы государственного управления приняли решение об участии в финансировании движения этого поезда и предоставлении соответствующей субсидии своим гражданам на приобретение билета в этот поезд, тем самым ликвидируется убыточность этой перевозки. 23 января на московском вокзале Санкт-Петербурга состоялась презентация и торжественная церемония ввода в эксплуатацию скоростного электропоезда «Ласточка» на участках Санкт-Петербург-Чудово-Новгород-на-Волхове, Санкт-Петербург-Чудово-Балагое. Этот поезд спроектирован с учетом наших климатических особенностей, российских технологических стандартов, повышенных требованиям безопасности и защиты окружающей среды. Теперь о производстве и прежде всего о грузовой работе. Известно, что железная дорога в любой стране и в России тоже является довольно точным индикатором состояния экономики. Так вот, этот индикатор еще в четвертом квартале прошлого года начал показывать, что экономика стала замедляться. Владимир Икунин даже писал об этом в правительство. Эта болезнь не чисто российская, а общемировая. Сбои наблюдаются и в Европе, и в Соединенных Штатах, и даже в Китае. Негативные тенденции продолжились и в январе. Было бы непростительно не замечать их и надеяться исключительно на русское авось пронесет. Может и пронесет, но готовиться к худшим вариантам надо уже сегодня. Начало года, к сожалению, нас настораживает. Среднесуточная погрузка в январе составила 3 миллиона 71 тысячу тонн. План-то мы выполнили. Однако к уровню января 2012 года объем снижен аж на 6,2%. Это 6,3 миллиона тонн. То есть двухсуточную норму не добираем. Снижение произошло почти по всей номенклатуре грузов. Грузооборот с учетом порожнего пробега вагонов иных собственников снижен по сравнению с январем 2012 года почти на 8%. Но здесь даже не знаю, как эту цифру оценивать, как положительную или как настораживающую, потому что при избыточном парке вагонов, наверное, все-таки лучше, что у нас порожний пробег сокращается. Порожний пробег частных вагонов, потому что для нас это тоже грустно осет. Исходя из вышесказанного, а именно прогнозов, не очень благоприятных по развитию экономики, как следствие снижения доходной базы, мы приняли решение о дополнительных мерах по снижению расходов в 2013 году. Соответствующее распоряжение мной было подписано. Я еще раз подчеркиваю, что речь идет не об арифметическом снижении расходов, а нам необходимо очень вдумчиво подойти к этому вопросу с тем, чтобы, снижая расходы, одновременно не сокращать наши собственные ресурсы по повышению доходов, то есть по увеличению объема перевозки. Как это сейчас наблюдают, как эксперты говорят о состоянии дел в экономике Европы, когда резкая ориентация только на снижение расходов привела к снижению спроса и, как следствие, к спряжению экономики еще в большем размере. Значит, мы в этом отношении проявляем большую гибкость, поэтому там, где необходимо сокращать, мы сокращаемся, а там, где есть необходимость наращивать наши инвестиции, будем наши расходы увеличивать. Должна быть, безусловно, проведена работа по оптимизации цен на закупаемую продукцию и стоимости строительно-монтажных работ. Очевидно, что уже сейчас можно сократить затраты, не связанные непосредственно с обеспечением безопасного процесса перевозок. Это командировочные расходы, расходы на услуги связи, общихозяйственные работы. Обращаю внимание руководителей всех уровней на необходимость обеспечения строгого соблюдения дисциплины в пределах согласованных бюджетов с учетом установленных заданий по снижению расходов. Напомню, что в рамках реализации трехстороннего соглашения России, Белоруссии и Казахстана о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, а также с учетом обязательств по ВТО, в январе завершена унификация тарифов на перевозки грузов во всех видах сообщения. Каким образом это скажется на работе нашей компании? В соответствии с данным соглашением, с 2013 года у АО РЖД предоставлено право изменения уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта в рамках определенных ценовых пределов. Эти ценовые пределы плюс 13,4% минус 12,8%. Это от базовой ставки раздела 2 пресс-куранта 10,01. Методика определения предельных тарифов, правила и условия их применения установлены приказами ФСТ. Это, уважаемые коллеги, финансово-экономический блок на самом деле создает для нас не только коридор возможностей, но и определенные сложности. Как реагировать, как быстро реагировать, безошибочно реагировать. Поэтому я бы просил, Вадим Валерьевич, вас и Салманова Гадрасулыч, вас вместе с коллегами очень внимательно к этому вопросу подойти. Вадим Николаевич, естественно, что это должно находиться под вашим непосредственным контролем и вниманием. Зарплата по состоянию на только что закончившийся январь продолжает расти. Понятно, есть коллективный договор, в котором прописан механизм индексации с учетом инфляции. Но рост заработной платы выше, чем рост цен в среднем по России. Механизм механизмом, но надо отчетливо понимать, что повышение зарплаты – процесс далеко не автоматический. Это может быть только в одном случае – при повышении эффективности и качества работы. По предварительным данным в январе средняя заработная плата работников компании составила 38 563 рубля. С ростом на перевозках на 9,5% по отношению к 2012 году – 38 977 рублей. Реальная заработная плата возросла на 2,4% и 2,2% соответственно. По итогам работы за 2012 год было поощрено свыше 440 тысяч работников производственных цехов и участков структурных подразделений. Это 50,6% от общей численности на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Теперь о повышении эффективности эксплуатационной работы и качестве транспортных услуг. В январе в целом по сети бюджетное задание по всем качественным показателям выполнено. По среднему весу поезда – плюс 0,4%, среднесуточной производительности локомотива – 3,1%, участковой скорости – 0,5%. При этом и к уровню января 2012 года динамика неплохая, вес поезда – плюс 0,5%, составил 3894 тонны, среднесуточная производительность локомотивов – плюс 3%, участковая скорость грузовых поездов – плюс 5%, 40,2 километра. Январские показатели по пассажирскому комплексу компания чуть не дотянули до цифр аналогичного периода прошлого года. Но для комплекса, который напрямую работает с людьми, с нашими пассажирами, кроме безусловно важных цифр и процентов, имеет особое значение качество работы. А здесь еще много чего есть, что можно и нужно улучшать. На период новогодних праздников 2012-2013 годов было назначено 17 специальных детских поездов на 35 рейсов. В поездах дальнего следования в составе организованных групп перевезено свыше 89 тысяч детей. К сожалению, по-прежнему поступают немало жалоб в адрес компании по вопросам работы пассажирского комплекса. Я думаю, что Михаил Павлович и вам уже достаточно много присылают писем относительно того, что в предпраздничные и предвыходные дни очень сложно купить билеты, в том числе даже через интернет. Жалуются, что только открываются, а билеты все мгновенно раскупаются. Мы рассматривали этот вопрос. Вообще говоря, это действительно так. Это действительно так. С учетом электронных возможностей один клик, и все полетело. Но, тем не менее, следить за тем, чтобы здесь не возникало никаких злоупотреблений, безусловно, наша обязанность просто. И совершенно нетерпимо, когда поступают жалобы, такие, как я вам расписывал, по мурманскому этому поезду. Не знаю, разобрались вы с этим или не разобрались. Но я хочу еще раз всем совершенно четко сказать. Бывает, поезда у нас изношенные. Бывает. Но поезд, в котором неприлично возить людей, у нас быть не может. С дырявыми окнами, со щелями, заткнутыми какими-то этими самыми салфетками или полотенцами, с невыносимым запахом, таких поездов на сети ОРЖД быть не может. Принятие такого поезда в рейс влечет за собой автоматическое увольнение бригадира, начальника поезда и соответствующего руководителя, который подписал этот поезд как готовый к эксплуатации. Пригородные сообщения Пассажирооборот здесь вырос почти на процент к январю прошлого года. Но все могло быть гораздо лучше. И большее число новых комфортабельных электропоездов, и минимально короткие интервалы в движении, и много чего другого. Если бы регионы платили сполна, подчеркиваю, по закону заказанные и заказанные ими же регионами услуги, пока жить так не очень получается. В результате проведенных мероприятий в прошлом году мы достигли достаточно положительных результатов в работе с субъектами по возмещению потерь доходов. Плановые субсидии, предусмотренные в региональных бюджетах, в течение года были увеличены на 1,1 миллиарда рублей. В результате регионы компенсировали за 2012 год 7,1 миллиарда рублей, что существенно больше, чем в 2011 году, когда мы получили 5,2 миллиарда рублей субсидий. Кроме того, в течение 2012 года на компенсацию выпадающих доходов 2011 года в бюджетах субъектов Российской Федерации было предусмотрено еще около 600 миллионов рублей. Однако проблема убыточности пригородного комплекса в полной мере не решена. Компенсировано только 47% необходимой суммы. В результате только 8 пригородных перевозочных компаний обеспечили безубыточную деятельность. В 2013 году субъектами Российской Федерации из необходимых 18,5 миллиардов рублей выпадающих доходов в региональных бюджетах на этой цели предусмотрено менее половины 7,4 миллиарда рублей. Нам необходимо провести не просто активную, решительную кампанию по сохранению пригородных перевозок как вида деятельности, по обеспечению ее безопасности и безубыточности. И в этом смысле нам необходимо активизировать свою работу как с федеральными органами власти, так и с региональными. Обеспечение безопасности перевозок – приоритетная задача, которая должна решаться и решается в масштабах всего холдинга. На нынешнем совещании глава РЖД Владимир Икунин вновь был вынужден говорить об этой проблеме весьма обстоятельно. И не случайно. В январе на сети дорог сложилась просто чрезвычайная ситуация с обеспечением безопасности движения поездов. Произошел настоящий всплеск тяжелых нарушений безопасности движения из-за излома боковых рам. Зафиксировано 8 подобных случаев. Некоторые из них привели к крушениям грузовых поездов с тяжелейшими последствиями. Так, 12 января на перегоде с Людянко-Утюлик восточно-сибирской дороге допущен сход 23 вагонов грузового поезда с углем. В результате столкновения сошедших вагонов со встречным электровозом произошла трагедия. Погибли наши товарищи, машинист Ощенков Иван Анатольевич и помощник машиниста Конев Александр Олегович. Причиной исхода вагонов послужил излом боковой рамы тележки. Причинен значительный материальный ущерб. 21 вагон поврежден до степени исключения. Сбиты 4 опоры контактной сети, повреждено 150 метров пути и 300 метров контактной сети. Первая секция электровоза повреждена до степени исключения. Из эксплуатации вторая секция в объеме ремонта ТР-2. Для ликвидации исхода были задействованы восстановительные поезда со станции Слюдянка, Иркутск и Улан-Удэ. Всего на восстановление работало более 600 человек. Действиями оперативного штаба по восстановлению движения и подразделения на месте схода вагонов удалось в течение 22 часов в тяжелых условиях, низких температур, в том числе ночью, восстановить движение поездов на этом участке. Это еще раз свидетельствует о том, что в трудно жизненных ситуациях железнодорожники сплачиваются, показывают образцы самоотвержденного труда, приходят друг к другу на помощь. Ситуация с качеством вагонов литья на сети дорог приобрела критическими штабами. Именно поэтому незадолго до этой трагедии на совещании, которое проводил Дмитрий Анатольевич, я о нем упоминал, это по Московскому транспортному узлу, Я информировал кратко председателя правительства об этой ситуации и сказал, что намерен, если он не возражает, написать соответствующее письмо в правительство, потому что мы ходим по краю. Ну, к сожалению, как в воду глядел. Только отправили письмо и на следующий же день у нас произошла эта трагедия. Необходимо повысить контроль за состоянием литья в процессе эксплуатации. Здесь ПТО должны стать важнейшими фильтрами, не допускающими выхода на инфраструктуру АОРЖД неисправного подвижного состава. Проблема безопасности не только в изломах уже набивших оскомину боковых рам. Инфраструктуру, которая принадлежит и за которую отвечают РЖД, эксплуатировать может не только наша компания. А некоторые сотрудники некоторых ППЖТ, это предприятия промышленного железнодорожного транспорта, делают это порой совсем уж неадекватно. Особенно после праздников. Вот пример. Будем надеяться, это исключительный случай. 1 января на станции Мытища Московской дороги допущена авария с тяжелыми последствиями. Тепловоз принадлежности ОАО, транспортная компания ВИП-Транс, под управлением составителя поезда этого предприятия, не имеющего права управления тепловозом, и просто пьяного, как принято его назвать, в стельку пьяного, столкнуться с группой вагонов, стоящих на пути. В результате возгорания цистерны с бензином, повреждения 150 метров пути, 9 вагонов, в том числе 3 вагона подлежат исключению. Этот случай еще раз продемонстрировал, что на железнодорожном транспорте нет выходных и праздников. Все правила и нормативы должны соблюдаться всеми организациями, в том числе ППЖТ, безукоризненно. 28 января вновь подписано распоряжение об утверждении стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге РЖД. Стратегия направлена на формирование эффективной корпоративной системы управления безопасностью с учетом новых вызовов и реалий транспортного рынка. Необходимость системного подхода в решение данного вопроса обусловлена в том числе возросшими рисками нарушения безопасности. Традиционно в феврале в филиалах компании будет проводиться выплата вознаграждения за обеспечение безопасности движения по итогам прошлого года. Сумма запланирована очень значительная. Уважаемые коллеги, это не призыв, это приказ. Награждать, поощрять нужно за конкретное дело. Нет ничего более развращающего, как халява, как это принято в молодежной среде обозначать. Очень емкое слово. Никакой урониловки, никакого кумовства. Только за конкретную работу. Тогда и другие работники, даже те, которые не получат этого поощрения, они будут понимать, что да, не получил, потому что не сделал того, что нужно. Должен сделать. Если будут по-другому эти деньги распределяться, это будет демотивировать людей. И в заключение об итогах соревнований за четвертый квартал и за девнадцатый год в целом. Не обошлось без сюрприза. В ушедшем, в високосном году, ни одна магистраль не достигла всех критериев, надо сказать, достаточно строгих, которые позволили бы завоевать столь почетное звание. Решением правления у АО «РЖД» подведены итоги соревнований за четвертый квартал и за 2012 год в целом. Лучшими в 2012 году встали 30 коллективов, добившихся наивысших результатов в труде. Они представляют все основные хозяйства. К сожалению, среди победителей нет коллектива железных дорог, так как ни одна дорога не выполнила условия соревнований. Имеется в виду годовое. Тем не менее, лучше других по итогам года показала себя Красноярская дорога, которая и рассматривалась в качестве основного претендента на победу. Высокие показатели в работе продемонстрировали также Западно-Сибирская, Горьковская, Северная железные дороги. Но в силу невыполнения основных показателей условий соревнования, эти дороги не смогли занять первое призовое место. Правлением подведены итоги соревнований среди коллективов бригад, колонн, участков, смен и работников ведущих профессий. Лучшими признаны 210 коллективов бригад, колонн, участков, смен, в которых трудятся более 4,5 тысяч работников. 4 412 человек. Коллективы награждаются дипломами, денежными премиями, 25 тысяч рублей каждому члену бригады или смену. Присвоены звания с вручением нагрудного знака удостоверения и денежной премии. Лучший руководитель среднего звена на железнодорожном транспорте – 123 работникам. Лучший мастер на железнодорожном транспорте – 113 работникам. 292 работникам присвоено звание лучшей по профессии на железнодорожном транспорте. По итогам соревнований за четвертый квартал 2012 года распределено 171 призовое место. Среди железных дорог первое место присуждено коллективу Горьковской железной дороги. От имени правления ОРЖД себя лично поздравляю всех победителей, все коллективы, командный состав, каждого труженика за работу. Прошу руководителей всех уровней довести данное решение до коллектива. Для нас развитие Московского транспортного узла является приоритетным, и здесь никакие отклонения от существующих правил просто неприемлемы. Мы приняли решение о дополнительных мерах по снижению расходов в 2013 году. Награждать, поощрять нужно за конкретное дело. Нет ничего более развращающего, как халява. Такое было начало года. Как он продолжится в феврале, узнаем примерно через месяц. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова